Мы с вами живем в очень интересную эпоху. Если мы не трансформируем свое сознание, если мы не изменим образ своего мышления, мы не выживем. В наше время выжить – это значит измениться. Дело в том, что в школах, в институтах нам преподают науку некие научные знания о мире, как это все устроено, устаревшие. Устоявшие, потому что в ученом мире нет тоже единства по этому поводу. Вот недавно мы были с сыном в Казахстане, и там мы смотрели на скальные рисунки давностью 5000-летней. И там нам рассказывал о них ученый, доктор наук, который написал множество книг по этому поводу. Так вы знаете, нету истины в последней инстанции. Он постоянно рассказывает нам, находясь в своем мире, и постоянно с кем-то дискутирует. Вот Иванова, которая копала вот этот курган, она считала вот так-то, но я с ней абсолютно не согласен. И, между прочим, Рогозин тоже с ней не согласен, но там я меняю фамилии. А Петров, который копал вот здесь, он считает, что это вот так, вот так и вот так. И когда сравнить вот эти две концепции, получается что-то иное. Ребята, а нам преподают нечто, как некую устоявшуюся догму. Наука – это тоже целый организм, который развивается. Нету ничего стабильного. Мы живем по схемам мышления 19 века, потому что так удобнее людьми управлять. Так о чем я хочу сказать? Сейчас таким уверенным шагом, хотя незаметно и деликатно, в науку нашла, вошла и нашлась квантовая физика, которая говорит о том, что мир напрямую зависит от того, как мы мыслим. Наше мышление и наше внимание порождает мир вокруг нас. Я не эзотерик. Это только с точки зрения науки. А НЛП к этому пришло намного раньше, потому что именно своим мышлением мы создаем тот мир, в котором мы живем. Вот посмотрите на мир вокруг себя, и вы поймете, что вы сами себе надумали, что вы сами себе намыслили. Но это, опять же, не догма. Если изменить вот здесь, то мир вокруг вас тоже преобразится. А окружающий мир – это совокупность миров каждого из нас. Именно поэтому древние мудрецы говорили начать с чего? Начать с себя. Начать со своего внутреннего мира. Начать с уборки своего дома. Начать с внутреннего равновесия. Начать со своего личного состояния. Потому что только в правильном состоянии я способна создавать тот мир, который я хочу. Что происходит сейчас в общем мире? Корабль. Вот как раз у меня сейчас в кустах корабль оказался. Плывет корабль. И люди на нем затеяли бой. Есть две команды. Они бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть. А вокруг них болельщики, которые говорят, давай, давай. Кто-то искренне сочувствует одной или другой стороне. Кто-то делает ставки и выигрывает какие-то деньги на этом. А в это время в корабле невероятное количество пробоин. Он тихо-тихо идет ко дну. А в это время народ весь увлечен вот этой дракой, делает ставки, болеет, переживает. Те, которые дерутся, тоже этим увлечены. Они на дофамине, они на адреналине, они на всем этом. Они за правое дело каждый борются, вот как они считают. А корабль тонет. И когда кто-то из них победит и скажет, вау, я победил. А на корабле, между прочим, находятся еще и семьи этих людей, дети. Кто-то победил, а в это время как раз корабль и пойдет ко дну. И какая разница, кто победил, а кто не победил. Все утонем. Все утонем, если не посмотреть на картину в целом и не прекратить страдать этой фигней. Что делать? Кричать людям, прекратить и воевать? Потому что все утонем. Бесполезно, ребят. Бесполезно. Важно делать свое дело. Важно менять свое собственное мышление. Важно воздействовать своим квантовым полем на окружающий мир и на квантовые поля других людей. Чем нас больше, тем больше вероятности, что мир преобразится. Каждый из нас преображает свой собственный мир. А насколько он воздействует на большой мир, зависит от того, какой внутренний масштаб сам человек готов себе присвоить. В иналпе мы в том числе учимся выбирать себе тот масштаб, который конкретно для меня и для каждого из вас комфортен. Субтитры создавал DimaTorzok